Доброе утро, трейдеры! Приветствую вас на очередной торговой сессии этой недели. Собственно, продолжаем мы разбирать основные события на финансовых рынках, следите за долларом. По-прежнему у нас очень много ожиданий, связанных с тем, что доллар может котироваться выше, быть дороже против своих основных конкурентов, потому что есть у него для этого соответствующая фундаментальная поддержка. Ну, по крайней мере, потенциал некоторых событий еще не отыгран в должной мере, и, возможно, произойдет это в самое ближайшее время. В неделе, как я и отмечал, в начале, собственно, этой пятидневки и позже явно не балуют нас сильными отчетными, мощными релизами, интересной статистикой. Мы стараемся просто следить за преемственностью фундамента и понимать, что раньше уже были приняты многие важные решения, которые мы сейчас вот больше адаптируем к тому, что происходит на рынке, ведь большинство наших идей, они ориентированы именно на долгосрочный анализ и определение таких же долгосрочных горизонтов инвестирования. Что касается вчерашнего дня, особенно отличился доллар, который сейчас крайне нервозен в отношении любых комментариев по перспективам анализации налоговой реформы. Также у нас отличилась и нефтянка. Вот, собственно, прямо с нее давайте и начнем. Тем более, что у нас традиционно это первый актив, который мы с вами разбираем. Что касается ценовых уровней и значений, 63.46 – это, собственно, закрытие прошлой торговой сессии, сейчас актив торгуется на отметке 63.43. В целом, снижение, которое мы наблюдали во вторник, продолжается. Пусть это и не мощный, скажем, обвал, на который все-таки были еще надежды умные медведи рассчитывать, это не потери, скажем, в диапазоне в интервале 5%, но то, что мы разбираем и стараемся копить любые фундаментальные сообщения, которые на рынке появляются, использовать их для топлива короткой позиции – это так. И у меня для вас уже по итогам вчерашней торговой сессии есть несколько, опять же, еще аргументов, я думаю, что очень серьезных. И это аргументы, прежде всего, может быть, и не являющиеся призывом, опять же, непосредственно сейчас продавать нефтянку, но уж, по крайней мере, точно должны эти аргументы заставить тех, кто покупает нефтянку, пересмотреть то, что происходит с этим инструментом и все-таки еще раз взвесить все за и против. Вчерашний день был, мягко говоря, неоднозначен по реакции трейдеров. Самые настоящие качели, часто называют еще такую динамику пила, когда мы видели и резкий рост, там, больше, чем на 3%, и потом буквально за несколько очень коротких интервалов времени такое же нисходящее движение. И, по сути, вернулись к тем уровням, на которых находились вот до выхода данных по администрации электрической информации по запасам нефти. Этот отчет, безусловно, был в центре внимания по реакции трейдеров. Почему, скажем, этот релиз вызвал замешательство у трейдеров? Ну, я, в принципе, понимаю, с чем была связана эта реакция, потому что статистика крайне противоречивая. У нас, как вы помните, целый сразу сектор набора углеводородов, которые мы анализируем по запасам, это нефти, бензины и дистилляты. Так вот, с точки зрения той статистики, которую мы увидели от администрации электрической информации, запасы нефти за прошлую неделю в США выросли, и выросли на 2,2 миллиона. При этом запасы бензина и дистиллятов резко просели. Эксперты, аналитики, опрошенные Global Plats полагали, что статистика будет схожа с теми данными, которые мы буквально за день до этого получали от Американского института нефти. То есть ожидалось, что запасы нефтянки тоже могут снизиться. Но по факту цифры вы сами видели. Еще один важный отчет, на который, безусловно, нужно было обратить внимание, это общие объемы добычи нефти в США. До этого мы разбирали с вами статистику по количеству нефтяных терминалов. Это отчет нефтесервисной компании Baker Hughes. Констатировали с учетом прошлой пятницы релиза, что их количество снизилось на, получается, 8 штук, со 737 до 729. И это было четвертой неделей снижения из последних пяти, но неподряд там был перерыв. Все равно это настроило трейдеров на то, что активность сланцевых производителей в США снижается. Поэтому раньше наша, можно сказать, старая добрая идея, которую мы обсуждали практически весь 2017 год, о том, что именно Штаты угрожают будущим ценовому для всего сектора нефтянки. Эта идея снова сейчас актуальна, учитывая то, что отчет, который мы получили, он свидетельствует о том, что даже несмотря на сокращение количества терминалов, объемы добычи продолжают расти. В общем, друзья, по цифрам, плюс 67 тысяч баррелей – это рост объема добычи за неделю. Соответственно, мы сейчас уже можем говорить о совокупном производстве и традиционном исландском в рамках США на отметке в 9,62 миллиона. Это максимум с 2015 года. Это цифра, которая явно позволяет вернуться к сверхоптимистичному для медведя прогнозу о том, что можно будет добиться и добраться до планки в 10 миллионов баррелей по добыче. Что касается дополнительных аргументов, хотя прежде чем мы перейдем к еще одному суперфактору поддержки для коротких позиций, я хочу, чтобы мы с вами вместе сделали правильный вывод о том, что если объемы добычи нефти в США увеличиваются, значит вполне адекватны те опасения, которые присутствуют на рынке нефти, связанные с тем, что последний импульс всплеска и рост котировок на черное золото будет способствовать наращиванию объемов нефтедобычи. Со статистикой спорить не нужно, друзья, это уже не предположение, не прогноз, это реальность, с которой мы просто обязаны работать. Поэтому штаты у нас постепенно начинают снова перенимать вот эти бразды лидерства в плане аргументации о том, что на рынке нефти может произойти. А штаты у нас всегда рассматриваются в качестве региона, который снижает эффективность соглашения ОПЕК и позволяет торговать через селл нефти, потому что объемы добычи растут, и это увеличивает общую, скажем, проблему, расширяет ее по тому, что растет сверхпредложение на всем рынке черного золота. Еще ни в коем случае не нужно игнорировать данные по Китаю, поскольку вчера мы, кстати, анализировали на азиатской сессии торговый баланс, ну, по нефтянке здесь стоит отметить, что объемы импорта нефти в Китай в прошлом месяце существенно сократились, резкий спад закупок, на текущий момент речь идет о цифре 7,3 миллиона, и для контраста, чтобы вы понимали, если сравнивать все октябрьские закупки Китаем с теми показателями, которые были, получается, в сентябре, спад на 20%. Здесь тоже можно повариться в этой идее, попробовать объяснить, с чем это связано. Я вижу несколько аргументов, вы можете выбрать для себя тот, который кажется вам более интересным. Ну, первый аргумент – это цены на нефть стали настолько круты, что приходится, опять же, уже сдерживать аппетиты, потому что расходы растут. Второй момент связан с тем, что, учитывая высокие показатели потребления и спроса со стороны Китая в первые три квартала 2017 года, возможно, они уже забили под завязку те ресурсные и, скажем, мощности по хранилищу, которые у них были. Третий аргумент связан с тем, что, если мы говорим про нефтеперерабатывающие заводы, которые относятся к категории независимых, их часто еще называют в Китае самоварами, это те НПЗ, которые пользуются возможностями квот, которые представляются со стороны правительства. И если действительно эти квоты уже полностью выбраны за этот год, то, скажем, в этом месяце и в декабре ситуация по импорту, поставкам нефти будет еще более страшной. Я, друзья, хочу, чтобы вы все-таки признали тот факт, что Китай, будучи крупнейшим опортером нефти, и Китай на фоне явных цифр, которые указывают на снижение показателей спроса на нефть, на резкое сокращение закупок, это мощный медвежий фактор, потому что раньше, между прочим, на Китае на повышенном спросе аппетита котировки и имели периодическую поддержку. Сейчас нужно работать уже с другим сценарием развития событий. Этот сценарий указывает на то, что без соответствующего спроса со стороны ведущего потребителя у ралли, которое случилось в этом месяце, нет такого мощного фактора продолжения поддержки. Ну, разве что спекулятивные ожидания, что 30 ноября произойдет что-то интересное, хотя я особо в это не верю. Поэтому, собственно, возвращаясь к тому, что происходит на рынке нефти, я рекомендую уже с учетом новых вводных, которые у нас появились за вчерашний день, видеть больше течин для распродаж. Но боязно понимать текущих котировок, делать, скажем, проявлять активность по АСЛу, может быть, как и раньше, стоит оперировать возможность возвращения цен в район 60 долларов за баррель. Это лично мое субъективное мнение. Те, кто увидит, что сейчас можно не только выгодно продать, но и по максимуму снять сливки, хочу пожелать вам удачи в вашем предприятии, потому что я, безусловно, поддержу вас, если вы откроете короткую позицию, потому что фундаментально вы будете абсолютно правы, что сделаете это. Идеи по росту я более не поддерживаю, несмотря на то, что знаю, что многие из вас, по-прежнему, находятся в длинных позициях. Друзья, тоже хочу пожелать удачи и вам, если вы рассматриваете именно длинные перспективы нефтянки, но имейте в виду, что причин для роста не то, чтобы все меньше и меньше, их уже практически нет. Рубль 59.22, ждем 60, как и раньше. Дальше давайте идти, чтобы, опять же, не затягивать очень сильно доллары, японская иена. Вчера сессия такая же двойственная по поведению, как и по нефтянке. Мы начали было расти на азиатской сессии, когда была возможность отработать на рынке комментарии одного из представителей ФРС Харпера, отметившего то, что ставки, безусловно, будут повышены в декабре. Но как только на рынке появились сообщения о том, что о реформах, о законодательной инициативе, вот этот законопроект по снижению налогов может быть снова отложен, вот раз на год, настроения резко испортились. Мы увидели, как первыми, наверное, отреагировали доходности американских десятилеток. Они снизились до минимума дня по 2,3%, это ниже 2,4%, которые для нас являются переломным для будущего роста доллара. И это снижение доходности трежерис привело к импульсу, опять же, продажному по доллару против японской валюты. А на чем завалился вообще вся эта каша? Это на сообщениях Washington Post, которые вернули на рынок идею о том, что якобы после последнего законопроекта, который был принят республиканцам, теперь не требуется одобрение демократов, вы помните. Но Washington Post сообщил о том, что не стоит забывать про отсутствие единственной позиции среди самих республиканцев. И отметил, что республиканцы, опять же, в Сенате имеют совершенно другой взгляд на налоговую реформу, нежели чем республиканцы в Палате представителей. И чтобы выйти на общий знаменатель, на это потребуется гораздо больше времени, чем полагалось ранее. Следующей важной вехой, опять же, в новостном фоне по реформе снижения налогов является следующая неделя, когда состоится голосование в всей Палате представителей. Ну, не хочется мне, опять же, преувеличивать значимость этого события, но отказываться от прежних ожиданий позитивных, что все-таки эта реформа должна пройти, я пока не хочу, потому что верю в слово Трампа. Может быть, для кого-то это покажется смешно. Но, ну, признаю то, что есть и определенные посылы иронии в этом, но все-таки, как вы помните, Трамп отметил, что реформа по снижению налогов, налогового законодательства, она будет претворена в жизни до Дня Благодарения. Если мне не изменяет память, День Благодарения в США 23 ноября, то есть, по сути, есть две недели, чтобы реализовать это. Сейчас он, правда, находится в азиатском турне, нет у него прямых рычагов влияния непосредственно на местности. Но я думаю, что все это взвешивалось, обдумывалось, и, возможно, все идет в соответствии с допускаемыми рисками. Очевидно, что должны были быть возникли какие-то трудности, нельзя, чтобы, маловероятно было, чтобы без сучка и задоринки эту реформу, скажем, приняли. Но снова делаю акцент на то, что лично я верю, что какой-то позитив поступит, и верю в то, что доллар будет сохранять позитивное расположение духа. Доллар японская иена сейчас по котировкам находится на отметке 113.86, это по-прежнему рядышком с отметкой 114. Нам нужно забираться выше, друзья. И вот, пожалуй, только спекуляции относительно налогового, реформирования экономики у нас больше, и, собственно, нет ничего, чем можно было бы сейчас торговать. Ну, может быть, какие-то комментарии, связанные с азиатским турне Трампа, но пока что тоже нету новостей, возможно, перевес будет в сторону покупателей. В общем, мнение не меняется, я сохраняю длинные позиции и жду доллара и японскую иену, как минимум, на отметке 115. Фунт против доллара вчера тоже был довольно интересным по волатильности активам, при этом распродажи, которые случились в рамках торговой сессии, стали следствием снова определенных изменений кадрового состава ближайшего окружения Тереземы, но пока что вроде бы как еще не дошло дела до фактически увольнения одного из представителей ПАТО, опять же, Тереземы. Но думаю, что, скорее всего, дойдет, потому что очень острые обвинения сейчас звучат в адрес того, что он проводил несогласованные, незапланированные встречи с представителями Израиля. Для экономики, которая находится в таком непростом положении, как Англия, сейчас вот эти кулуарные игры, это меньше всего, что нужно было, должны все-таки дать ход этому делу, и если Тереземы потеряет еще одного, скажем, своего явного соратника, ее положение станет более шатким. Ну, конечно же, это может определенным образом настроить трейдеров на активизацию продажи по фунту, но, друзья, не торопитесь, не забывайте, что сегодня стартует очередной раунд переговоров, и, судя по комментариям, которые мы слышали от Терезы Мэй, все-таки есть острое желание и потребность продвинуться вперед и достигнуть хоть какого-то компромисса по трем ключевым вопросам, которые еще не решены. Если этот компромисс будет найден, то фунт должен отреагировать на это ростом. И то, что пара по-прежнему держится в районе 1.31.50, не отступает слишком далеко от этого значения, это тоже располагает больше к повышенному интересу с точки зрения покупок, потому что трейдеры цепляются за этот рубеж и все-таки пытаются найти вот это основание, на которое можно было бы вырасти. Я по-прежнему склоняюсь в пользу покупок фунта и вижу этот актив против доллара выше отметки 1.34. По новозеландцу, друзья, сегодня, точнее не сегодня, можно сказать, в переходе со среды на четверг, Резервный банк Новозеландии опубликовал решение по процентной ставке, Оно совпало полностью с ожиданиями 1.75% по тем заявлениям, которые были сделаны. Как и ожидалось, риторика очень схожая с тем, что мы слышали от Резервного банка Австралии, то есть политика остается стимулирующей, она очень важна. По-прежнему Резервный банк Новозеландии ориентируется на показатели по инфляции в 2%. Считаю то, что снижение курса Новозеландца, которое случилось в последние 2-3 месяца, Оно оказало свое позитивное влияние на экономику. Соответственно, были, между прочим, тезисы, определенные заявления, между строк которых можно было четко проследить идею о том, что Резервный банк Новозеландии совершенно не будет возражать, или, можно сказать, даже будет крайне доволен, если новозеландский доллар простятит еще сильнее. В целом, это подтверждение влажности, сохранности того мягкого режима, который Резервный банк Новозеландии влюдет уже на протяжении нескольких лет. Соответственно, ожидания по новозеландцу снова остаются медвежие, котировки на текущий момент 0,6955, и первая реакция, между прочим, тоже очень похожа на реакцию австралийца на решение Резервного банка Австралии по процентной ставке роста на полфигуры, то есть на 50-60 пунктов, после чего идет снижение. Я думаю, что по новозеландцу будет подобие, опять же, по динамике, и ждем этот актив против доллара ниже отметки 0,69. По австралийцу ничего не изменилось, у нас уже настрой с вами мягкий в соответствии с той политикой, которая была подтверждена Резервным банком Австралии, и тоже аналогично высказанным в пользу того, что более дешевые обмены курса, более низкие обмены курса австралийца, это также то, что гораздо выходнее экономике, чем укрепление курса национальной валюты. По европейской валюте выделить тоже особо нечего, евро реагирует на то, что происходит с долларом, но в целом по евро мы сейчас видим котировки, сопоставимые с тем, что наблюдали днем ранее, 1,1593, уклон в сторону снижения очевиден, ждем отметку 1,15, потому что ждем, что доллар не останется без бычьего импульса, который приведет к соответствующему давлению и евро тоже. Из важных событий, сегодня в 16.30 заявки на пособие по безработице, настраиваемся на еще один мощный отчет, ну, волатильность, скорее всего, будет сдержана, но какие-то несколько пунктов доллар должен обидеть японского конкурента при неизменности фундамента. Да и в целом у доллара сейчас достаточно еще, скажем, наследия с прошлых недель, что можно отыгрывать, в том числе и сегодня, тоже с точки зрения роста. В 19.30 для тех, кто торгует швейцарцем, спекулирует этим активом выступление председателя Национального банка Швейцарии Джордана. Думаю, что риторика тоже будет повторять то, что было отмечено ранее. Важность сохранения отрицательных процентных ставок по депозитам, то есть важность мягкой экономической политики и возможности проведения внезапных для кого-то, для кого-то и нет интервенций со стороны этого регулятора, потому что Национальный банк Швейцарии, конечно же, пристально следит за тем, что происходит в курсе евро против франка, и при создании, опять же, условий ухода трейдерам в защиту, ну, который традиционно называется швейцарский франк, они довольно часто проявляют активность через операции на финансовых рынках, которые, как вы знаете, являются проявлением интервентного вмешательства и стараются сбивать курс швейцарцев. Если вернуться к паре доллар-франк, то, как я отмечал ранее, мы должны закрепиться гораздо выше квалитетного значения, поэтому те долгосрочные цели, которые преследовали ранее, они сохраняют свою актуальность. На этом все, друзья. Спасибо за внимание. Хорошей, удачной вам торговой сессии. Увидимся завтра в 9.30 по московскому времени в прямом эфире через Перископ приложения, которое вы можете поставить на ваше мобильное устройство. Подключайтесь в необходимое время и давайте обсуждать то, что происходит на финансовых рынках. Если нет возможности, не забывайте, что весь контент доступен на нашем канале на YouTube. Есть там специальный раздел, видеобрифинги. Заходите, оставляйте комментарии под актуальным. То есть это значит, что ваши сообщения уж точно не останутся без внимания, потому что брифинги просматриваются, трейдеры готовы обсуждать интересные идеи, но обсуждать готовы только то, что озвучивается и высказывается. Поэтому не стесняйтесь, делитесь вашим мнением, которое тоже очень важно для нас всех. Рад, что наше трейдерское сообщество расширяется, увеличивается. Это, безусловно, опять же, позитивный момент, которым мы все гордимся. Спасибо вам. И спасибо отдельной особой тем, друзья, кто находит несколько секунд времени, чтобы поставить лайк на видеоконтенте, который представлен на нашем канале на YouTube. Всего доброго. До свидания. Продолжение следует...